С нового учебного года горячая еда для учеников начальной школы должна стать бесплатной. Республике, как и другим регионам страны, предстоит большая работа по реализации инициативы президента России. Каждое утро у поваров Чагайской среднеобщеобразовательной школы одна и та же задача – накормить вкусно и чтобы еда была полезной, сытной. Меню сбалансированное. Главное, по тарелочкам в школе знают, чем кормить. В разные блюда они всегда кладут один и тот же главный ингредиент. Как любая мама для своего ребенка, любовь. Каждый ребенок здесь, как свой ребенок. В основном молочную кашу любят они у нас. Супы, борщи, наверное, борщ в основном любят борщ. У нас ничего однообразного нет. И даже вторые блюда, которые булочки, запеканки у нас – все это разное. Повара стараются удивлять. Порции в тарелках такие, что наестся даже взрослый. У нас тут дают интересные салаты. Еще вкусные булочки дают. Самое вкусное – я тут ела супы разные, каши вкусные были. Сегодня в тарелочке нам дали макароны, котлеты, салаты. Еще нам дали суп посолевый. За школьное питание родители на одного ребенка платят около 600 рублей в месяц. Поэтому для многих семей, особенно для многодетных, государственная поддержка стала бы существенной помощью. Я работаю воспитателем Чагайским садом. Здесь рядом у нас школа. И между собой, между родителями мы разговариваем, что вышло новое постановление. И мы рады, что такое постановление вышло. И наши родители, которые у меня сейчас, я воспитываю, они в этом году приходят в эту школу. И они довольны, говорят, что надо готовиться в школе, и это бесплатное питание им в пользу пойдет. 167 учеников, из них 53 обучаются в начальных классах. Ремонт столовой был сделан несколько лет назад. В 2014 году у нас уже было поставлено технологическое оборудование. Мы уже его получили. И еще провели мы и ремонт, и текущий в пищеблоке. Также капитальный ремонт в пищеблоке и в обеденном зале. И еще мы смогли приобрести за счет местного бюджета обеденные столы и стулья. Поэтому я считаю, что мы технически все-таки готовы, и мы можем этому радоваться. Так что с началом нового учебного года многие родители закроют графу питания в школе в своем семейном бюджете. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.